Почему на сессию городского совета до сих пор не будет вынесен вопрос о утверждении отчета, о принятии бюджета Николаева за 2018 год? По причине того, что перед тем, как вы вынесены на сессию, он должен пройти комиссию, обязательно, согласно бюджетному кодексу, в профильную бюджетную комиссию. Этот вопрос не выносится к другой комиссии и не рассматривается члены комиссии. Почему до сих пор не перераспределены остатки прошлого? Этот вопрос, ответ на этот вопрос отекает из первого заднего вопроса. После распределения, в общем, принятия отчета можно приходить к перераспределению бюджета. Поэтому я предлагаю вам прийти на сессию, то есть на комиссию, и задать свой вопрос, почему не принимается отчет на комиссии. Вы говорите, что ответственность за бюджет этого года вы берете на себя? Я готов взять на себя ответственность за бюджет всех годов, которые будут идти, если будет комиссия этому уговорить. Вы же хотели на бюджетные комиссии, чтобы кто-то ускорить этот процесс? Общались с фракциями? Какое мнение о них потом? Ну, во-первых, на последней комиссии не было кворума для того, чтобы провести эту комиссию. Поэтому я планировал прийти, но она не собралась. Я планирую прийти на следующую комиссию для того, чтобы попросить депутата, рассмотреть и вынести на сессию вопрос об отчете. И вместе с распределением бюджетной средств. Это может как-то повлиять на бюджет этого года? Это должно повлиять, потому что потом в конце года все будут спрашивать, почему мы не использовали бюджетные средства, будет ответ очень простой. Хотя у людей короткая память, они забудут о том, что уже 3 месяца комиссия не рассматривает проект решения. Вы можете провести проследование, когда этот проект был рассмотрен исполкомом и передан комиссией по бюджету. Что Вы думаете о показателе выполнения дополнительной части бюджета Николая? В Тепартаменте финансов говорят, что у нас дефицит, хотя в прошлом году, в практичный период, у нас уже было перевыполнение. Да, у нас действительно дефицит, в том числе из-за вот этих документов, которые находятся здесь. У нас невыполнение запланированных показателей по Пайуму в Мэнску. Он зависит от решения земельных вопросов, потому что для того, чтобы задорвать декларации, нужны строителям возможности решения своих земельных вопросов. У нас стоят вопросы по продаже земли, то есть у нас стоят аукционы, которые находятся в этом списке. И тоже мы не выполняем бюджет. Ну и, собственно, это одна из причин, по которой у нас есть невыполнение бюджетов. В чем городской совет собирается взять кредит в банке на 240 миллионов гривен? Для того, чтобы решить вопросы, которые касаются начатых объектов, на которые мы видим, что есть возможность использования этих бюджетных средств в скором времени. И потом рассчитаться в течение пяти лет с этой... Например, школы, например, термомодернизация первой школы, которая у нас находится в Карабинном даеме, ну, комплексные, крыши, стены, и куча других объектов, которые у нас могут быть профинансированы. И к нам нужно 10 миллионов, там нужно 20 миллионов, там нужно 30 миллионов, там нужно 40 миллионов. Вот так, по чуть-чуть, я бы спрашиваю. Если кто-нибудь в санитете, вы говорили о том, что вы получаете себе заместителя по вопросам транспорта, инфраструктуры. Вы уже нашли себе конвентуру? Нет, еще не нашел. Если бы я нашел, я бы предложил депутатам прокусовать за это. Как сейчас обстоят дела с вице-мэром по финансам? Кто у вас в команде отвечает за финансовый блок? Сегодня за финансовый блок отвечаю я лично, и фактически директор департамента работает со мной на оборудовании. Вопрос в Варваровском мосту. Департамент ЖКХ очередной раз отменил тендер по разработке проекта на реконструкцию. Как вы собираетесь выходить из этой ситуации? Что дальше будет с мостом? Потому что впереди у нас еще сезон сбора вырожаев, а мост требует уже сейчас. Я очень хочу встретиться уже с новым президентом, ожидая решения вопросов. Понимаете, решение вопросов проекта – это ничего. Но для того, чтобы обратиться к парламенту, вначале должен быть... Вы задаете вопрос? Нет, я хочу ответить. Не перебивайте, пожалуйста. Значит, для того, чтобы делать проект, нужно понимать, какой объем финансирования будет, и нужно понимать, скажем так, тип, который будет проводиться, работа, тип работы, который будет проводиться. На сегодняшний день были проведены исследования необходимые. Одна проектная организация работала тут фактически год над тем, чтобы сделать этот проект, и вышло на то, что этой суммы, которая была выделена, недостаточно. Мы увеличили показатели на эту сумму. Заинтересовались многие проектные организации, которые раньше говорили о том, что это невозможно сделать за ту сумму, которую мы предлагали. У нас нет задачи сделать просто бумажку за 5 миллионов или за 15 миллионов, которую потом можно будет всем нам с вами подкладывать под кофе. Мы хотим сделать полноценный комплексный проект. Для этого будет заходить и Укрзалезный, и еще там заграничные компании. Некоторые из них даже написали на тему на покрыльный комитет о том, что ущемляют дискомбинационные условия тендера. Поэтому сейчас будет объявлен новый тендер в ближайшее время, и будет принято решение по тому, кто будет эту работу делать. Но уже сегодня нужно понимать, что сумма на ремонт этого моста будет не менее 1,3 миллиарда гривен. То есть без понимания того, где мы будем брать эти деньги, и без понимания на государственном уровне, на уровне президента, кабинета министров, премьер-министра о том, что это важный вопрос, который касается жизнедеятельности страны, мы с вами вот этих проектов можем наделать хусто штук, но это мост так и останется таким мостом, который он висит. Поэтому в ближайшее время я дожидаю, чтобы вся эта кутерьма вокруг выборов в Верховную Раду закончилась, и начнется рабочие моменты, мы поедем туда с нашими предпроектными наработками, и в том числе с пониманием того, где мы будем брать деньги для реконструкции этого моста. Кроме того, вопрос реконструкции моста может касаться и кредитных денег, а именно китайских компаний, японских компаний и прочего. И этот вопрос без Министерства финансов, без Минирегионбуда, конечно же, мы никак не решили. Поэтому необходимо будет проводить данное заседание совместно с правильными министерствами и нашими департаментами и управлениями, в том числе и облогов с администрацией, чтобы понимать, каким образом мы будем искать финансирование на государственные. Вопрос реконструкции с Игорной. Недавно компания «Пикстро» увеличила сумму на 7 миллионов. Подрядчик говорит, что это связано с тем, с установкой дорогостоящего фонтана. Вы говорили о том, что в первом проекте просто не учили сумму услуги технадзора. В то время сумма общая с 7 миллионами составляла 80 миллионов гривен. Смотрите, я не могу не называть эти цифры, комментарии и так далее. Я думаю, что... Я не могу вам ответить. Я не смотрел, я не знаю, там, где есть департамент ЖКХ, продавите к директору департамента, подготовьте ему эти вопросы, и он вам не квалифицированно ответит. Это же не вопросы, которые можно сходу ответить. Нужно видеть цифры, нужно подготовиться. Кроме того, эта информация есть публичная. Все закупки в Прозоро висят в публичной плоскости. Можно узнать, на что были. Для этого нужно немножко просто поработать, чтобы защитить эти документы. Александр Федорович, в плане Соборной еще в прошлом году Петр Порошенко обещал подрить своих личных нескольких миллионов на реконструкцию. Подрил или нет? 3 миллиона гривен находятся на котловом щиту. Для того, чтобы их перечислить конкретно на Соборную площадь, необходимо сделать специальный фонд. Я думаю, что в ближайшее время эта информация будет придана публичности, и мы эти дополнительные применимы. Конкретно на фонтан, как было оговорено ранее. Александр Федорович, как Вы собираетесь договариваться с депутатами о выделении денег? Потому что многие из них открыто не поддерживают реконструкцию, проект. Я думаю, что... Смотрите, это не проект площади Сенкевича. Данный проект уже обговаривался 3 года. Проводились публичные общественные службы, проводился конкурс. Те же депутаты участвовали в этих конкурсах. Проводился тендер, проводился архитектурно-граждансовательный совет. Все знали о том, что это все идет, и в конце, когда объявили победителя, вдруг все возбудились, когда площадь начали ремонтировать. Поэтому я думаю, что мы договоримся, потому что депутаты должны понимать, что за их каденцию, кроме вот этих пачек бумаги, которые накопились здесь на столе, нужно еще не забывать, что сегодня мы попадаем в 230-летие города Николаево. На 200 лет города Николаево был сделан шар, который находится на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборная. И вообще в городе Николаево за эти последние 4 года депутатским корпусом нашим совместно с вами не было сделано ничего, чтобы осталось памяти горожан. Понимаете? Я думаю, что депутаты пойдут на это и позволят николаевцам иметь ту Соборную площадь, а не сквер в центральной части, который топчут, на котором проводятся концерты, в котором проводят ярмарки. И каждый раз все ахит вздохи о том, что вот бедная наша площадь. Площадь должна быть местом, куда будут собираться люди и проводить массу беззахода. То, что в Советском Союзе из нее сделали из площади сквер, ну это просто, наверное, для того, чтобы люди не собирались на площадь и лишний раз не бросали брусчатку в окна нашего здания. Еще один очень важный объект у нас Николаево, это споршкола «Надежда». Недавно в учете Управления капитального строительства появилась информация, что сумма ремонтных работ увеличивается с 17 миллионов до 50. Вы что-то об этом узнаете? Я тоже знаю, что она собирается увеличиваться. Смотрите, вот меня больше всего не то чтобы раздражает, но удивляет, как заголовки иногда пишут некоторые интернет-создания о том, что сумма увеличилась. Сидели чиновники и такие, так, давайте украдем еще 40 миллионов. Любая процедура траты бюджетных средств наблюдается разными правоохранительными органами. Для того, чтобы понять, как она изменилась, вы можете изучить эту проектную документацию, которая является, она также является в свободном доступе. Получите ее, изучите ее, дайте информацию, что же там увеличилось, почему увеличилось. Кроме того, любая проектно-сметная документация проходит экспертизу, государственную экспертизу, в которой находятся люди, которые проверяют цены, объемы работ, типы работ и так далее. Что не нужно, вычеркивают и обрезают. Или сегодня, насколько мне известно, этот объект с измененной суммой зашел на экспертизу. Каким он выйдет после экспертизы, я не могу знать, и вы тоже, если вы, конечно, не эксперт. Поэтому ожидайте информации после этого и изучайте, и скажите нам всем вместе, всем николаевцам, почему так увеличилась сумма. Также указано, что в связи с тем, что сумма увеличивается более чем на 50%, будет объявлен новый тендер. Да, будет объявлен новый тендер. Это не означает ли, что у нас появится в городе очередной долгострой? Я не знаю, что это означает, это лучше знать вам, что это может означать. Еще последний вопрос. Я в будущее, к сожалению, не умею заглядывать, поэтому не могу вам сказать, появится этот долгострой или не появится. Но факт остается фактом, что все, что делается, делается согласно законов и бюджетного кодекса. Обступить, перейти его нельзя. Еще последний вопрос. Когда выйдут на маршрут 23 новых автобуса? В ближайшее время сегодня проходит обучение. По-моему, в эту пятницу уже там все заканчиваются лицензии, оправление лицензии, утверждение тарифа. Есть проблемы, действительно, с набором водителей. Водители, которые согласились, приходят, начинают кататься на автобусах, очень переживают за их целостность, потому что у нас так плохо ведут себя некрасиво маршрутчики, что подрезают периодически, блокируют. Точно так же это касается не только маршрутчиков, это касается водителей города Николаево, которые не уважают общественный транспорт. Поэтому, думаю, что надо поработать еще над культурой вождения в городе Николаево, потому что, к сожалению, я за это точно не отвечаю. Новый тариф для электротранса почитали уже? Какой будет стоимость и когда будут принимать его? На сайте вы можете его изучить, там есть отдел цен, попал в регион расчет, какого вы можете зайти и посмотреть эту информацию в интернете. Когда будет выноситься на исполком, приниматься решение? После того, как висит 20 рабочих дней. По поводу кредита ЕБРР для покупки электро... Господи, как... Отличный слон запутал. По поводу увеличения подвижного состава предприятия Николая. Что с этим кредитом? Есть ли уже какие-то соглашения? Когда будет подписываться? Дорогие друзья, смотрите, я обращаюсь к вам. Вы, мы должны вместе с вами, я как городской голова, и каждый из вас, мы должны с вами становиться профессиональнее в день этой дня. Поэтому городской голова, конечно же, человек, который отвечает за все в этом городе. И даже за то, что он не отвечает, все считают, что он ответственный. Но я прошу вас, если у вас есть детализированные вопросы, которые касаются того или иного этапа проведения того или иного тендера и технических деталей, обращаться непосредственно к профильным заместителям или начальникам управления департаментов, которые находятся в глубине этих вопросов. Поймите, невозможно даже нормальному человеку держать столько информации в голове, сколько вы мне задаете, настолько срезы, настолько глубоко этих проектов. Да, проект находится по ЕБРР, у нас были 30 мая здесь представители. Сегодня они рассматривают уже заявку всегда на кредитном комитете. Думаю, что в ближайшее время будет опубликована публикация о закупке этого транспортного состава в интернете, на сайте ЕБРР. Кроме того, было сказано о том, что нам необходимо для того, чтобы получить эти кредиты ЕБРР и ЕИБР, нам необходимо обновить кредитный рейтинг. Такой кредитный рейтинг делает несколько компаний в Украине, порядка 25 тысяч долларов это стоит. Будет сейчас в ближайшее время объявлен конкурс на проведение такого кредитного рейтинга. И после этого мы сможем уже полностью закрыть все документации по ЕБРР и ЕИБР. Макартыч Самвелович планирует переходить в Министерство регионального развития. Общались ли вы с ним по этому поводу? Мне это неизвестно. Эта информация мне неизвестна. Хорошо. Как вы оцениваете его работу на должности начальника управления? Если что, готовы его отпустить или нет? Я не рабовладелец, и поэтому я не в праве ни у кого здесь не удерживать, ни отпускать. Каждый в праве написать заяву по собственному желанию или по согласованию сторон и покинуть свою позицию. Точно так же, как и устроиться на свободу. Все, кто желает работать, пожалуйста, приходите. По поводу кредитов 240 миллионов. Есть понимание, какая будет процентная ставка и сколько нам придется отдать? Если бы вы, как это сказать, то, что я вас просил, вникать в процесс, старались это делать, то вы бы знали, что сегодня будет конкурс, проводится предложение, скрываться и так далее. Мы все узнаем сами ответы на этот ваш конкурс. Вы считаете, это логично, то, что у нас по итогам года остаются 200-300 миллионов неиспользованных, а мы еще берем кредит в 240 миллионов? Я считаю, это логично. Извините, можно так говорить? Или это делается для того, чтобы потом просто не было вот этих вот якобы 200 миллионов неиспользованных, мы просто будем погашать из них кредит? Смотрите, мне кажется, вот основная проблема сегодняшнего общества, что люди, закончив Google-университет, считают себя во всем профессионалом. Могу вам сказать о том, что понятие неиспользованных бюджетных средств, оно напрямую связано с тем, что эти бюджетные средства заблокированы. Неиспользование этих бюджетных средств, к этому есть не то, что там кто-то плохо недоработал, но просто сессия не собирается, не продлевает договора ленды земли. Не голосует за выделение земли тому или иному объекту, на который запланированы миллионы денег, миллионы гривен в бюджете города. Не принимает отчет, поэтому мы не можем распределить бюджетные средства, которые были неиспользованы в прошлом году. И ряд причин, многих разных причин. Не прохождение экспертизы, скажем так, проведение этой экспертизы, перепроектирование или открывшиеся новые обстоятельства при строительстве. И это много факторов, от которых зависит использование бюджетных средств. Если мы говорим о кредитной линии, то это не просто 240 миллионов на какие-то проекты, это кредитная линия. В случае, если у нас есть объект, который требует финансирования, мы взяли оттуда эти деньги и используем. Нету, значит не используем. Взяли и использовали 3 миллиона, значит оплачиваем 3 миллиона. Но не все 240 заходят к нам, и мы думаем, как их держать, чтобы оплачивать проценты. Вот чем. Александр Федорович, Вы анонсировали переформатирование исполкома, состава исполкома. Говорили, что на ближайшую сессию Вы вынесли свои предложения о том, даже называли членов исполкома, которые Вас не устраивают. Но тем не менее, пошло уже, как минимум, 3 сессии, от Вас никаких предложений не поступало. Значит ли это, что Вас все устраивают? Или что это? Это означает все лишь одно, что сегодня в той конфигурации, в которой работает сессия, я не вижу смысла выносить этот вопрос, потому что он заведомо не пройдет. Ну, не пройдет просто. Потому что сегодня мы видим, что у нас не проходят земельные вопросы, которые не являются политическими. Этот вопрос является больше политическим. И сегодня, в каком-то смысле, при том, что исполком неудобный, я могу спокойно сказать, когда там кто-то популистский заявляет, что исполком Сенкевича, это не исполком Сенкевича. Это исполком, который был сформирован во время моего отстранения. Но те люди, которые там работают, большинство из них, 90%, меня устраивают целиком и полностью, потому что они уважаемые люди, и каждый из них способен самостоятельно принимать решения. Большинство из них не используют исполком, как политическую площадку для делания громких заявлений, в том числе и необоснованных. Александр Федорович, смотрите. Последний вопрос, пожалуйста. Два. Давайте. Два последних. Смотрите, сегодня вы заявили в очередной раз, что просите чиновников создать коммунальное предприятие КП «Парки». Коммунальную установку. Доброе. Коммунальную установку. Смотрите, почему чиновники не дополняют ваши поручения уже в который раз и привлекаете ли вы их к ответственности? Я думаю, в ближайшее время проинформирую директор департамента ЖКХ, почему бессмысленно создавать коммунальную установку. Потому что услуга обслуживания зеленых насаждений является не монопольной. Фактически, создавая предприятие коммунальную установку, мы с одной стороны экономим деньги городского бюджета, как считает Елена Васильевна Киселева, с другой стороны не экономим деньги. Потому что сегодня есть компании, которые могут делать дешевле эту работу и точно так же быть контролированными, чем коммунальное предприятие. Почему? Потому что в коммунальном предприятии все люди официально должны быть оформлены. Потому что коммунальное предприятие не может минимизировать свое налогообложение, нанимая на раскусу подряды ЧПшников и прочие дела, связанные с работой этих предприятий. Им не обязательно закупать через прозоро материалы и топливо и все остальное. Поэтому не всегда создание коммунальной установки может привести к уменьшению трат бюджета. Субтитры создавал DimaTorzok